В мае 2018 года в селе Ануфриево был обнаружен древний некрополистический комплекс благодаря местному грибнику. Он провалился в яму, которую оставили после себя черные копатели и нашел там древние надгробия. Сразу после его обращения в территориальное управление Ануфриевское состоялась первая экспедиция на загадочную поляну. Приехали ваши коллеги из Истре-РФ, приехал Константин, легко дошли до этого места. Никаких особенных инструментов не было, и специалистов, археологов тоже с нами не было. Но на поверхности находились после раскопок, поскольку здесь подзрыто черными копателями, какие-то предметы старины. Во время осмотра насчитали около 50 захоронений. Благодаря совместной работе Комиссии по возрождению культурного наследия и архитектурному облику городов, общественной палаты городского округа Истра, местных историков и неравнодушных жителей удалось выявить, что захоронение 15-16 веков содержит останки зажиточных людей, а также изучить историю этого места. Комиссии по возрождению культурного наследия и архитектурному облику городов было подано обращение в Институт археологии Российской академии наук. Но к должному результату это не привело. Сложно поверить, что несколько десятилетий назад эта поляна была местом для семейного отдыха. В настоящее время территория заросла борщевиком. Это не остановило черных копателей. И спустя год они вернулись на объект археологического наследия и продолжили его разорять. С целью возбуждения уголовного дела по данному факту председатель профильной комиссии общественной палаты городского округа Истра Константин Косенков обратился в Истринское ОМВД и Истринскую городскую прокуратуру. По его обращению и на основании показаний местных жителей уже ведется расследование и поиски некого черного джипа. То, что здесь обнаружено таким странным образом, представляет собой совершенно уникальное собрание подземельных древностей, Открытие такого уровня, полноценный некрополь, пожалуй, это первое в Московской области за последние 50 лет. Конечно, хотелось бы мне пожурить своих коллег из области археологии, которые по самым разным причинам отреагировали на данную историю, имея как раз полномочия для ее дальнейшей проработки. Реагировали только после принятия экстренных мер, уже упомянутых в обращении прокуратуру и полицию. Процесс запустился, хотя и не своевременно. На место уже приезжали представители Института археологии, имеющие открытый лист на проведение работ и федеральные средства массовой информации. В течение летнего периода здесь должны состояться полноценные археологические раскопки. Это и станет преградой для дальнейшей деятельности черных копателей. Хотелось бы, чтобы историческая справедливость была восстановлена, чтобы люди, которые проживают сейчас в селе Ануфриево и какое-то имеют отношение к ним, знали действительно ценность этого места, чтобы мы знали свои далекие-далекие корни.